Не раз затронутая в наших репортажах тема незаконного строительства касалась возведения жилых домов и таунхаусов и дуплексов. На этот раз речь пойдет о сомнительном объекте в районе старого города, который точно не имеет отношения к жилой постройке. Но спокойную жизнь видновчан уже нарушил. Вид из окна квартиры на втором этаже дома 9 по Пионерскому переулку давно не радует хозяйку Хабсат. Вместо перспективы на старые деревья и стоящие рядом дома – крыша новодела. До нее, что называется, рукой подать. Мириться с таким соседством женщина не стала. Я писала по поводу незаконного строения, администрацию города, администрацию области, технадзор обращалась, жилую инспекцию. Конечно, от них еще ни от одного органа я не получила ответ. Нет ответа и на вопрос, а что здесь будет. Судя по слухам, в этом здании планируется разместить детский клуб. Как нам рассказали жители домов по Пионерскому переулку и Садовой улице, строительство здания началось еще 4 года назад. Потом был период затишья. В августе прошлого года работы возобновились. Это безобразие полное. Поэтому, я не знаю, здесь, насколько я слышал, документы они не показывают. У них разрешение есть на 76 или 79 квадратных метров. Но это еще когда был Голубев. Это как раз овощная палатка. И он разрешил вместо овощной палатки построить там магазин одежды. А из нее превратили вот в такое вот здание. С глубоким подвалом и двухэтажное сделали. При строительстве никто не спрашивал у видновчан, нужна ли им во дворе дома новостройка. Тем более, такое строение, расположенное всего в паре метров от жилого дома, мало того, что мешает парковке автомобилей, а стоянки как таковой здесь не было никогда, оно портит вид из окна и никак не вписывается в архитектуру старого города, ломая концепцию исторической части видного. Кроме того, при возведении работ пострадал и дом 9. Владельцы нового здания, являясь арендаторами помещения магазина на первом этаже, решили сделать перепланировку и поменяли местами окно и входную дверь. Результат – трещины с первого этажа и до крыши. У жителей и руководства продуктового магазина, кстати, единственного в округе шаговой доступности, много вопросов к администрации города и застройщикам. И у них еще теплится надежда получить ответы на обещанные встречи. Татьяна Акимова, Алексей Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.